мир вам уважаемые друзья и дорогие коллеги мы с вами снова на канале психоанта который всегда на вашей стороне у нас системы у нас есть девиза уже в хоплаке мертвых из бифа волны у нас есть гороучитель психоанта который ко многому обязывает поэтому сегодня мы будем рассказывать вам о том какая тревога не пройдет от антидепрессантов не всякая тревога проходит от антидепрессантов я очень бы попросил людей которые особенно хотят ко мне обратиться за помощью посмотреть этот ролик иногда не стоит обращаться к психиатрам многие думают что психиатры очень любят когда к ним обращаются я видимо не из таких психиатров я считаю что чем меньше психиатру обращаются и тем лучше и некоторым точно не надо обращаться действительно селективный гибитор обратно захват серотонин они охотно лечат тревогу вот тревогу мы изображаем виде гидры это гидра имеет головы и тело тело это падение активности двух тормозящих систем одна из них работает на серотонин это система серотониновых нейронов так вот повышая активность серотониновых нейронов мы возобновляем контроль этой самой серотониновой системы над другими нейронами норадреналином дофаминовыми гистаминовыми и глутаматами за каждым из этих нейронов стоит определенные жалобы вот что очень важно понять в контексте нашего с вами разговора о том при какой тревоге сезонные помогут селективный гибитор обратного захват серотонина и вообще антидепрессанты помогает от так называемых ну как бы я сказал вымышленных страхов но обратите внимание вот социофобия человек обеспокоен тем что если он будет действовать на людях то у него появятся такие симптомы тревоги как например его просто может тошнить ну и сами подумайте часто ли вы видели как людей в социальные в социальной среде их начинает тошнить видели конечно но в принципе это происходит не так уж и часто или человека например беспокоит что он может описаться от страха в социальной ситуации тоже проявление социофобии часто ли вы таких людей видели я думаю не очень часто более того другие проявления тревоги они тоже носят ну так скажем ну немножко как бы это я вам сказал не связанный с ситуацией характер это подчеркивается даже в критериях вот например панические атаки неожиданно возникающие приступ сердцебиение болея в груди ощущение души головокружения чувство нереальности неизбежен вторичный страх смерти потери самоконтроля а такой человек хочет уйти из этой ситуации где возникла паническая атака важно для панического расстройства не только то что это выраженные панические атаки которые повторяются но что они возникают при обстоятельствах не связанных с объективной угрозой они не должны быть ограничены известными или предсказуемыми ситуациями то есть это возникает как бы на ровном месте это предотвратить невозможно ну и соответственно страх который возникает у такого человека он как бы носит нереальный характер он никак не связан с окружающей действительностью вот против таких страхов конечно селективный ингибитор обратно захват серотонина работают куда как эффективно и здесь из лечения возможно это очень часто спрашивают о том возможное лечение еще как возможно но существуют и другие страхи и другая тревога которая связана с окружающей действительностью мы любим рассказывать о таких страхах приводя пример двух обезьянок у одной из этих обезьянок высокая активность серотониновых нейронов у другой низкая активность серотониновых нейронов в одной обезьянке у которой низкая активность слабый контроль агрессии страха поэтому на любую жизненную ситуацию новую она реагирует агрессии и страхом и чаще страхом кстати чем агрессии ну и соответственно такому человеку плохо ему кажется что он вот-вот умрет потому что он не может вынести окружающую действительность это можно проиллюстрировать как на поведение обезьян вот мне очень нравится эта картинка голодные обезьяны таиланда начали биться за еду вот видите там скопище голодных обезьян как правило это особи которые обезьян носит название подчиненные потому что особь который является начальником она как правило первое у пищи доминирующая отнимет пищу поэтому сыт ну надо вам сказать что тут не только связаны вот сытости скажем голод связано с положением человека фактически вот это очень интересно я бы хотел чтобы это вы поняли голод это еще и защитная некая вещь которая позволяет человек человеку надо обезьяне которая живет как-то выживать подчиненные носами почти в чем тут дело серотонин это нейромедиатор который обладает эффектом снижение аппетита ну а теперь давайте мы вернемся к ситуации вот у этой обезьяны плохой доступ к пище значит конечно ей нужен повышенный гол то есть и нужно меньше а серотониновый актив чтобы она была голодна чтобы она могла поддержать себя так что здесь все очень и очень сложные взаимосвязи не все эти взаимосвязи плохие для чего это все рассказывает конечно же борьба за ресурсы существует и у людей ну не всегда это принимает вот такие формы как вот и снята учить за водкой которая была я это совершенно четливо помню в введении карточной системы в том числе и карточки были на алкоголь вот действительно очень такие серьезные драки очень часто возникали для чего это все рассказывают вот если у человека вот его страхи обязательно вызывает страх найду ли я ресурс для продолжения существования не найду я ресурс для продолжения существования соответственно это как бы реальная тревога вот эту реальную тревогу конечно никакими селективным ингибиторами обратно захвата серотонина вылечить невозможно потому что страх здесь реальный как правило такой человек он в общем чаще всего понимает что его страх и тревога носят реальный характер связаны с реальными обстоятельствами с тем что он голоден с тем что он там не может найти каких-то определенных ресурсов но бывает и так что люди почему-то думают что у них есть психическое расстройство ну и тогда они конечно говорят у меня есть тревожное расстройство они приходят к врачу и требуют чтобы выписали какой-нибудь препарат но и селективный ингибитор обратно захват серотонина как правило в такой ситуации приходится объяснять не поможет вам селективный ингибитор обратно захвата серотонина потому что не в этом все дело ваш страх носит реальный характер он связан жизненные обстоятельства в которые вы попали то есть вам нужно выходить из этой жизни ситуации может быть это нужно будет обсудить всех терапевтов может быть с родственниками может быть с кем-то кому вы доверяете посоветоваться чем не не ну скажем является для вас важно ну вот к сожалению действительно так очень часто бывает самое интересное что многие забывают наверное пришла пришло время поговорить о так называемых доминирующих особях вот думают что доминирующие особи живут очень-очень хорошо потому что у них серотонина хватает действительно им голодать не приходится но у них свои проблемы возникает поверьте мне потому что они вынуждены вести войну как бы за большую кормовую территорию то есть за территорию где живут кроме них еще много-много подчиненных особей а это все-таки война если вы думаете что война не вызывает у человека тревогу то вы жестоко ошибаетесь у любого человека война вызывает нормального конечно вызывает тревогу и страх даже если он ведет себя организованно даже со страх и тревогу контролирует но все равно она есть более того повышенная повышенная активность серотониновых нейронов приводит к целому ряду жалоб мы про эти жалобы не рассказывали хотя наверное пришла пора и рассказать тошнота дискомфорт в эпигастре утрата аппетита позывы на дефекацию головная боль снижение либидо нарушение экуляции оргазма напряжение нарушение внимания ну и даже отсутствие желания работать вот это все симптомы которые связаны с повышенной активностью серотониновых нейронов как правило вот если тревожные расстройства они ну скажем на существует действительно в мкб-10 мкб-11 то эти расстройства они по мну ну скажем многие из них вообще не присутствует какой-либо классификации болезни например синдром менеджера или синдром профессионального выгорать но есть и расстройства которые в мкб международной связи болезни присутствует но они скажем не являются многие из них психиатрическим при синдром раздраженного кишечника мигрень но есть сексуальные расстройства которые конечно же относятся по ведомству психиатров хотя ими тоже занимаются урологи так что перед нами большое количество синдромов которые связаны с избыточной активностью серотониновых нейронов и конечно же такой человек который погуглит эту самую ситуацию ему кажется что он уже мертв и тогда он приходит к врачу и начинает его просить выпишите мне лекарства и как можно больше ведь я серьезно более поскольку это как правило бывают доминирующие особи то они выбирают платную медицину ну а платный врач им не может отказать и вот несмотря на то что их тревога она реально связана с ситуацией скажем они например ну что такое синдром менеджера очень часто возникает человека взяли и повысили по службе у него тут же повысилась активность серотониновых нейронов но и начинается там тошнота начинается проблема с аппетитом начинаются проблемы сексуальной жизнью и тому подобное ну и у него тревога то носит абсолютно реальный характер она связана с тем что его например повысили по службе как он там будет справляться как он будет с другими доминирующими успеем бороться за кормовую вас тут все общем нормально но он приходит к врачу говорит мне тревожно их как ни странно психиатр ему может выписать тоже селективный ингибитор обратного захвата серотонин вот конечно же это очень и очень нехорошая практика эту практику нужно всегда избегать не всякая тревога лечится психотропными препаратами тревога которая связана жизнью которая связана жизненными обстоятельствами не может лечиться никакими таблетками более того если вы человеку которого высокая активность серотониновых нейронов до этой активности еще добавить и будет гораздо хуже так что вот какие рекомендации я даю врачам которые встречают таких пациентов да и сами пациентам пожалуйста в этой ситуации когда ваша тревога связана с действительно событиями окружающей жизни ну не надо ходить психиатром потому что может такой поход психиатру вам же выйти боку хотя к случайно доходить ко мне а то очень часто ходят потом на меня обижаются пишут какие-то на меня-то отзывы нелицеприятный ну что я могу сделать я в отличие от других открыто рассказывает о том как я лечу чем я лечу когда лечу если что я могу сделать для вас такой ситуации это отправить вас от психотерапевта как всегда в конце я вас прошу пожалуйста комменты лайки подписка нам очень важно чтобы люди понимали кому надо ходить у нас есть целый прелесть называется как выбирать врача то посмотреть этот плейс мы же все это рассказываем кому нужно идти учитывайте вы это пожалуйста когда вы обращаетесь к тому или иному специалист очень и очень важно это сэкономит вам время это сэкономит вам деньги это сэкономит вам здоровье в конце концов ну и если вы хотите отблагодарить нас за этот ролик то в описании вы найдете реквизиты счета до новых встреч